Какими желает видеть нас Бог? Какими желает видеть нас Бог? Что Бог желает видеть во мне, в нас? Каких Он желает целей достичь в каждом? В тебе и во мне. Ради чего Он умер? Ради чего Он воскрес? Каких целей желает Бог достичь в нас? Поэтому основной стих я буду говорить из послания к Колоссянам 3 глава 12 стих, буквально 2-3 стиха. Я хочу, чтобы этот стих вы сейчас услышали, увидели. Я предлагаю вам выучить его наизусть и размышлять о нем, когда вы будете дома. Тут написано так. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердии, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Пока вначале только один стих. Итак, облекитесь. Первое, на что надо обратить внимание, что кому это слово обращено, они уже избранные, в том числе и вы. Мы не лучше были других, но Бог нас избрал. Итак, облекитесь, как избранные Божьи. Каждый из вас избрал сам Бог. Мы уже избранные, мы уже святые, и мы уже возлюбленные. Кажется, что может быть лучше или есть ли необходимость в большем? Еще раз. Избранные, святые и возлюбленные. И все это к нам. К тем, кто избран, кто уже святой, кто возлюбленный. Он дальше говорит, вот это вам еще необходимо. Вот это облекитесь. И я думаю, что может быть сложно понять даже вот это слово, что это значит для нас. Другими словами это, ну, оденьтесь. Когда-то облекали, например, священников, царей в какие-то особенные одежды, наделяя силой, властью, авторитетом. И он говорит, облекитесь. Облекитесь так, чтобы все видели у вас эти качества. Просто заявите о вашем стиле. Просто возьмите это и оденьте это. Я хотел бы даже, ну, Женя, дай мне вот этот шарфик. Пожалуйста, спасибо. Я попробую ее одеть. Это приблизительно так. Облекитесь это, оденьтесь. И, например, если бы я его не одел на себя, вы бы, наверное, на одежде ничего особенного не заметили, потому что вы видите меня так не первый раз. А когда я одел вот эту вещь, вы видите на мне что-то новое. Вы уже это заметили. Ну, и я думаю, если вы даже, ну, когда-то забудете проповедь, то вы запомните меня в этом сером шарфе. Почему? Потому что, ну, во-первых, ну, пастор никогда так не одевался. Но я это сделал с единственной целью. Просто чтобы вы поняли, что это значит. И если, например, мы знаем уже друг друга продолжительное время, и мы ничего необычного не замечаем, значит, в нашем поведении, в наших каких-то изменениях, значит, мы еще не облеклись. Но Бог говорит, избранные, святые, возлюбленные, пожалуйста, сделайте это. И почему это важно сделать? Потому что стиль Иисуса Христа, он всегда в моде. Он всегда современен. Он никогда не выходит из моды. Вот, например, смотрите, ну, любой человек, вот, например, музыканты играют, и то, как он держит гитару, например, вы уже начинаете понимать, кому он подражает, правда? Это чей-то стиль. И проповедники кого-то могут копировать. Ну, вся суть в том, что мы, как сказать, кому мы поклоняемся, мы становимся похожими на предмет нашего поклонения. Если вы, например, увидели где-то музыку, вам понравилось, как он держит гитару, вам захотелось тоже так держать, ну, пониже, например. Или так, как они поют, играют, вы сами понимаете. И вырабатывается определенный стиль и в музыке, и в пении, и в поведении, и в проповедовании. Поэтому еще раз, еще раз. Вот, например, если посмотреть на человека, и если на нем что-то меняется, вы это заметите. Но почему он меняется? Почему он это так себя ведет или девается? Или же он обликается во Христа, или же у него совершенно другой предмет поклонения. Он что-то увидел на картинке, ему это понравилось, и он это сделал. Поэтому наблюдайте каждый за собою, чтобы вы просто обликались, принимали то, что предлагает нам сам Христос. Слава Богу! Я уже сниму шарфик, чтобы... Спасибо, Женя, чтобы вы не смущались. И мы продолжим наше рассуждение. Итак, облекитесь. И первое, что вы там видите, милосердие, благость. И я думаю, в какой-то мере милосердие вам еще понятно, что это действительно способность или готовность простить кого-то, готовность кому-то помочь, готовность кому-то пострадать или просто участвовать в каком-то добром деле. Поэтому я становлюсь на нескольких таких сложных моментах и даже словах. Поэтому первое, о чем мы поговорим, это смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее. Вы знаете, я даже когда просил перевести это слово, то не так просто ее перевести, а тем более быть таким человеком. Но вы видите здесь, что смиренно-мудрее человек – это человек, познавший себя. Это цель. Это то, что ты можешь иметь или к чему ты должен стремиться. Ты должен, в конце концов, познать себя. В чем здесь сложность? Наша планка о себе всегда чуть-чуть завышена, а по отношению к другим чуть-чуть занижена. Как вообще лучше познать себя? Как это лучше или легче сделать? Во-первых, мы просвещаемся Словом Божиим. А еще я хочу дать вам несколько советов. Первое – это, если вы хотите знать истинное положение вещей, вы должны встретиться с мастером. Ну, например, вы можете представлять себе, что вы прекрасный музыкант. Ну, например, почти профессионал. Но когда вы в реальной жизни встретитесь с мастером, вы просто сможете лучше увидеть себя. И вы в этом уже свете можете сделать какую-то переоценку самого себя, а значит ваш духовный рост, профессиональный рост ускорится. Поэтому я благодарю Бога, что у нас есть этот мастер, имя которому Иисус Христос. Я понимаю, что некоторым хочется увидеть Иисуса с гитарой. Ну, хотя бы как он ее держал. Мы же не знаем. Понимаете? Но я просто понимаю, что если мы вот это оденем, если в этом мы будем обликаться, то мы будем приближаться к эталону, именно к мастеру. Поэтому Слово Божие говорит, пожалуйста, примите это, оденьте это или облекитесь. Я верю в то, что церковь будет меняться, когда будем изменяться мы каждый в отдельности. Поэтому проблема в том, что мы считаем, что кому-то надо серьезно измениться, а нам, если и надо, то только немножко. Послушайте, что говорит Библия. Следующий стих Тимофею 4,16. Первое послание. Вникай в себя и учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь и слушаешь тебя. Что я хочу сейчас что-то важное сказать вам. Когда мы были вот вместе на молитвенном кемпе, этот стих у нас был основной. И как мы руководствовались этим стихом? Когда были паузы между молитвами, нам разрешалось говорить только о себе или о Писании. Все. И ни слова о других. Итак, три дня. Представьте себе. О себе или вопрос из Писания, если есть, чтобы мы имели возможность рассуждать о Библии. Это было краткое рассуждение, и дальше продолжалась молитва. И вот смотрите, например, любой вопрос, который мы затрагивали, например, присутствует ли в вашей жизни неправда? Вы можете подумать над этим вопросом. Но что для нас было интересно? Мы соприкасаемся с неправдой в реальной жизни. И когда вот такой вопрос возникает, нам хочется рассказать о других. Кто-то начинает говорить, что лояра обманывают. Я говорю, нельзя, нельзя. Только о себе. Кто-то еще только пытается как бы сойти с этой дорожки. Из-за других нельзя. Только о себе. А вот уже о себе, то как-то мы бываем просто немногословны. Правда? Присутствует ли в вашей жизни неправда? Я хочу, чтобы что-то важное вы поняли и услышали. Вот представьте себе, если бы кто-то вам сказал в течение месяца ни слова о других, некоторые, я извиняюсь за такое выражение, некоторые бы потеряли дар речи. Они бы сказали, мне лучше тюрьма, чем подобное испытание. Но вы вот попробуйте вот так прожить. ни слова о других. Написано, вникай в себя. Вникай, занимайся, говори о себе. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Ибо так поступая, только так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Слава Богу. Итак, смиренно-мудрый человек, это человек, познавший себя. Насколько вы знаете самого себя? Это очень серьезно. Если вы познали себя, вы уже смиренные и еще и мудрые, смиренно-мудрые. Еще один тест, как вы можете узнать самого себя. Иногда человеку достаточно жениться или выйти замуж, чтобы узнать, что он из себя представляет. До этого момента он мог думать о себе и о над что угодно. Но как только они поженились, буквально проходит несколько месяцев, может быть, год-два, и люди начинают понимать, что все в моей жизни не так хорошо выглядит, как я думал или представлял. А это всего-навсего, просто небольшое испытание или тест. Поэтому как важно сегодня знать само себя, что я из себя представляю и обладать смиренно-мудрее. Приятно с таким человеком общаться, приятно такого человека встречать. Он будет служить благословением для вас и вы будете служить благословением для других. Слава Богу! Следующий момент. Вообще вы хотите измениться в лучшую сторону? Кто-нибудь? Оказывается, что это тоже просто. Достаточно сделать один важный, но я думаю, жизненно необходимый шаг. Всегда берите ответственность на себя в любой ситуации, а тем более конфликтах. И не обвиняйте других, и у вас получится. Еще раз. Всегда берите ответственность на себя за происходящее у вас и вокруг вас. И с Божьей помощью у вас получится. И до тех пор, пока вы будете указывать на других, обвинять других, в вашей жизни никаких перемен не будет. Один молодой человек, он гонялся за другим, чтобы просто ему сделать больно. Вы знаете, как молодежь иногда ведет себя. И так как тот был тоже, как говорится, быстрый ногами, то не сразу получилось его поймать. И в конце концов, этот человек, догоняющий, падает и разбивает колено. Поднялся. Во-первых, не догнал. Во-вторых, самого себя жалко. А в-третьих, знаете, что он сделал? Тот уже из сострадания подошел к нему поближе. А он ему говорит, видишь, что ты мне сделал? Видишь, что ты мне сделал? Вообще, вы знаете, что смирение – это неуязвимость. Если тысячи у вас врагов, они не смогут причинить вам зла, если вы достаточно смирен. вы можете обвинять начальство, вы можете просто власти, вы можете просто обвинять многих. Но вы, если не видите проблемы в самом себе, то ваша жизнь очень мало будет изменяться к лучшему. Поэтому, если вы хотите и ожидаете долгожданных перемен, я прошу вас, сделайте это. Никогда и ни при каких обстоятельствах не обвиняйте других. Если, например, у вас пропало настроение, если вы заболели, кто у вас обычно виновен? Они, он или я? Это серьезный вопрос. Иногда люди так живут, что все, что происходит вокруг них, виновны где-то там другие. Но я хочу вам сказать одну еще важную истину. на наше настроение, на наши взаимоотношения, на нашу жизнь влияют много факторов. Это просто и те же отношения, и это финансы, и здоровье, и так дальше. На наше настроение много факторов влияют, так или нет. Но запомните, что проблема при этом не в них, а проблема в нас. Почему? Потому что написано так, есть больше всего хранимого, храни, что сердце твое, ибо из него источники жизни. Вы понимаете, все исходит из сердца. Проблема, чем наполнено наше сердце. Люди вокруг вас, они только провоцируют вас на какие-то действия. Они, как на фотоаппарате, проявляют то, что в вашей жизни есть. Но смиренно-мудренный человек, это человек, познавший, что себя. Вообще-то, есть такое искусен тот, кто знает других, но по-настоящему просвещен тот, кто знает себя. И если вы знаете о других много, это вам не принесет ни благословения, ни пользы. Но если вы будете конкретно заниматься собой, в вашей жизни будет исцеление. В вашу жизнь придет благословение и успех. поэтому облекитесь, оденьте. Вот представьте себе, закончилось очередное собрание, вы приходите и вдруг заметили, заметили ну, на родителях или на мужа или на жене какое-то новое такое одеяние. Ну, кто-то облегся смиренно-мудрием. Вы к нему и так, и так, а он? И вы будете приятно удивляться. Неужели это он? Вы просто будете не узнавать друг друга. Но Бог говорит, облекитесь. Слава Иисусу. Кто-нибудь, например, кто-нибудь из вас страдает от зла, например. Кто-нибудь. Вот если это бывает в вашей жизни, бывает, потому что кто-то вас раздражает. Ввиду того, что остальные виновны в вашей жизни никаких перемен не будет. Но я просто хочу вам открыть путь к исцелению. Библия говорит очень конкретно, злостраждет кто из вас. Пусть молится. Другими словами, хочешь исцелиться, избавиться от злобы, страдаешь от этого, что делай? Молись. Слава Богу. Будете обвинять других, зло в вашей жизни будет укореняться. Но будете молиться, вы избавитесь от зла. Вы скажете, я молюсь, но оно как было во мне, так и есть. Мало молишься. Злостраждет кто из вас, пусть молится. И если вы молитесь приблизительно такой молитвой, Господи, помилуй моих обидчиков, у вас перемен не будет. Но если вы скажете, помилуй меня, грешника, вы на пути к исцелению. Итак, смиренно-мудрый человек, это человек, познавший себя. Человек, который серьезно занят собою, он уже на пути к исцелению. Обратите внимание на ваше сердце, ибо из него источники жизни. Слава Богу! Следующий момент. Это кроткий человек. Как там написано? Смиренно-мудрый кротость. Кроткий это человек, познавший Бога. Познавший Бога. Это серьезно звучит. Это человек, не просто знающий о Боге, но это человек, познавший Бога. Кротость, во-первых, это способность обуздать себя. Способность сказать самому себе «нет». Кротость это способность простить тех, кто тебя или вас оскорбили. Кротость. Кротость это, можно сказать, готовность принимать и обличение, и наказание. Кротость. Кротость и кротость. Да будет украшением вашим, я конец говорю, но кроткого и что? Молчаливо, молчаливо Духа. А дальше написано, что драгоценно пред Богом, а для ближнего это сокровище. Облекитесь. Это не человек, а это сокровище. Но Библия говорит, облекитесь. Это вам жизненно необходимо. Итак, кроткий человек это человек, познавший Бога. Я хочу, чтобы вы услышали стих, который говорит именно об этом. 1 Яна 2-3 А что мы познали Его, узнаем из того, что мы соблюдаем заповеди Его. Значит, соблюдаем, значит, познали. Я тот, что читаю, проповедую, или говорят о заповеди Божьем. Поэтому кроткий человек это человек, познать, это соединиться с Ним, чтобы подражать во всем Ему, чтобы был результат и плод. Это опыт, это не просто информация, а это то, что я переживаю в практической жизни. Облекитесь, пробуйте на себя что-нибудь одевать, пробуйте. Бог Сам и не только Бог побуждает нас кротости. Что призывает нас кротости. Почему это нам жизненно необходимо? Мы побуждаемся кротости посредством Божьего повеления. То есть это повелевает каждому из нас Сам Бог. Написано «Итак облекитесь как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротос, долготерпение». Пожалуйста, возьмите это. Бог не предлагает нам ненужных вещей. Мы побуждаемся кротости примером Иисуса Христа, который однажды сказал пример Иисуса Христа «Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Если найдете, то значит найдете. Попробуйте, поищите. Ради этого стоит чем-то пожертвовать, ради этого стоит жить. В вашей жизни бывает неспокойно, я знаю, что бывает, и вам кажется, если бы не она, если бы не они, Бог говорит, придите и научитесь от меня. Они были и будут. Никогда ваша жизнь гладкой не будет. Если уйдет одна неприятность, возникнет новая. если кто-то от вас отойдет, придут новые люди навстречу вам, которые причинять будут вам боль или страдания, но Бог говорит, пожалуйста, и найдете покой душам вашим, но вначале что? Научитесь от меня. Сам Христос призывает нас к этому. Научитесь. Научитесь. Можно учиться годами, но так и не научиться. Как это бывает? Когда вы сидите здесь и думаете, вот этому человеку не мешало бы, если бы он чуть-чуть был более кротким. Вот если бы в моей ситуации, если бы они хотя бы чуть-чуть, и вообще одно у меня сожаление, что их сегодня на собрании нет, но если бы они были, то ситуация в моей жизни серьезно бы изменилась, но Бог смотрит на ситуацию совершенно иначе. Мы побуждаемся кротости примером благочестивых людей. Это Иосиф, Давид, Павел, которые говорили по отношению к себе и к другим. Я за Павла прочитаю, а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, в любви, терпении. Говорит, ты не пытаешься подражать мне тому, как я одеваюсь. Ты не пытаешься проповедовать, так как я проповедую. Вы видите, в чем он подражал. Ты подражаешь мне в том и в том и в том. И я приятно удивлен. И я благодарен Богу за это, потому что это действительно правильно. Мы побуждаемся кротости жизненной необходимостью. В Библии написано Якова 3.13 Мудр или разум кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Можно думать о себе что угодно. Многие люди, к сожалению, мудры в своих глазах. Но Библия говорит, если это действительно так, докажи. Докажи. Обвинять других легко, а как докажи? Как это можно доказать? Докажи это на самом деле добрым поведением еще и с мудрой кротостью. Поведение хорошее, а потом еще и мудрая кротость. Всегда когда мы слушаем, то нам кажется, что это уже за много. Это наверное уже не к нам, это уже к ангелам или каким-то святым. Но Библия говорит, что вы эти святые, вы эти избранные, вы эти возлюбленные, слава Иисусу. Ну и это несравненно нам необходимо и полезно, поэтому побуждает Бог нас кротости, благословением и пользой. И я еще один стих на эту тему хочу, чтобы вы услышали. Библия говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Слава Богу, что земля это уже приготовлено, осталось чуть-чуть, надо что-то нам одеть, надо что-то принять, надо чем-то обладать и не обвинять других. Вообще кроткий человек, он на самое злобное, самое едкое слово, у него всегда будет кроткий, спокойный ответ. Господи, помоги нам так быть. Итак, кроткий человек, это человек что? Как вы поняли? Кроткий человек, это человек, не слышу, это человек, познавший Бога. Итак, мы уже прошли две ступени. Смиренно-мудренно это человек, познавший себя, а кроткий человек, это человек, познавший Бога. Идем дальше. Долготерпение. Долготерпеливый это человек, любящий Бога. Долготерпеливый человек, это человек, любящий Бога. В Библии написано, любовь долготерпит. Любовь, если она есть, она долготерпелива. То есть терпение – это та дорожка, по которой к нам нисходит Божья благодать. Мы нуждаемся не просто в терпении, а в долготерпении. Хочу, чтобы вы услышали этот стих, Псалом 102, 8. Там написано так. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Это Бог. Во-первых, Он долготерпелив, а во-вторых, Он многомилостив. И я хочу вам сказать, что если бы мы знали это, у нас бы не было проблем с терпением. Если бы мы понимали это. Если в вашей жизни, например, не хватает терпения, это неудивительно, если ты этого не знаешь. Чего ты не знаешь? Что Бог, в Которого ты веришь, за Которым ты последовал, Которому ты хочешь подражать, Он какой? Долготерпелив. Поэтому, если я ее последователь, я должен чем-то быть похожим на Него. Долготерпение – это то качество, которое Бог желает видеть в каждом из нас. Иисус Христос это доказал в своей жизни. Вот представьте себе, например, вот такой пример. Ну, вы уже на грани банкротства. И вот пришел там представитель банка, и уже все, машину забрали, отнимают дом. И вам осталось там подписать какие-то баммы, отдать ключи. Короче, это длинный и сложный, мучительный процесс. Вдруг этому представителю банка кто-то звонит. А вы слышите, просто находясь рядом, оказывается президент страны. И он говорит ему, ты там находишься? И там, он говорит, да. А что там случилось? Вот такая ситуация, что забирай все, что осталось. И этот президент говорит, все это на мне. Я это все покрываю. Оставь этого человека в покое. И этот человек разворачивается, улыбается, пожимает вам руку. И вы вдруг из полного банкрота становитесь обладателем собственности. Вы понимаете, к чему я это говорю? Мы по отношению ко Христу были полными, полнейшими банкротами. И если бы не он, я не знаю, что было бы в нашей жизни. Но он терпел нас. Он терпел вас. Он терпел тебя. То есть у Бога было достаточно причин, чтобы выступить против вас. Чтобы просто выступить и причинить боль или страдания. Но Библия говорит, что он долготерпелив. Слава Иисусу за то, что этим мы можем обладать. Вообще-то, вы знаете, что долготерпеливый человек, он закипает медленно. Иногда, если чайник медленно закипает, и то это может раздражать кого-то. Но долготерпение, оно как бы не игнорирует проблем или то давление, которое оказывается на вас. Но оно просто пламя делает меньше. А раз пламя меньше, значит, и возможности для закипания, можно сказать, невелики. То есть оно ослабляет пламя. Поэтому не имеет значения, какой огонь горит злобы в том человеке, который хочет вас просто сломать или расстроить вас. Самое главное, обратите внимание, как быстро вы закипаете. Есть люди, которые делают, у них происходит это мгновенно. Поэтому много рядом ошпаренных кипятком. А есть люди. Мы вот на этом кемпе поставили чайник на полдня и ждем, когда он закипит. А потом, пока молились, то и наш чайник маловолна. Как закончилась молитва, мы к чайнику. А он каким был, холодным, таким и остался. Ну, представьте себе, вот наше положение. Мы были расстроены. Ну, это по сравнению, это просто чепуха. Оказывается, надо было чайник этот выключить и по-новому включить. А то он просто держал ту температуру, на которой мы ее оставили. Можно расстраиваться даже тогда, когда просто нет на той причине. Просто ты не знаешь, ты что-то не так сделал. Ну, вы можете, конечно, разбить чайник. Таких вообще-то дерзновенных людей немного. А вот чтобы кому-то дать по полной программе, таких злобных людей хватает. Почему ты не закипел? И все. Но благодари Бога, что не закипел. Аллилуйя. Как часто вы благодарите Бога за неудачи? Вообще, ну, например, проверьте, какое вы слово говорите, если, например, кто-то вас обогнал или подрезал. Христиане не ругаются. Ну, может быть, что-то вырывается от вас. Вот проверьте. О, Господь. Я сейчас расскажу вам об одном человеке. Время быстро течет. Который просто просил у царя, потерпи на мне. И прочитай некоторые стихи. Он просил, потерпи на мне. Вот послушайте, как написано это в Матфея 18 глава. Просто послушайте это. Я чуть-чуть отвлекаюсь. Там написано так. «Тогда раб тот пал и, кланясь, ему говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись, над рабом тем отпустил его и долг простил ему. Что меня удивляет, что человек этот не просит ни милости, ни прощения. Он понимает, что он должен. И просит, подожди, все. О чем он его просил? Просто об элементарном терпении. Все. Но послушайте, что было дальше. Когда же он попросил, Государь или царь простил ему долг, потому что само прощение, оно сопряжено с милосердием. И дальше что произошло? Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил ее, душил. Это уже не по-братски. Говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, я умоляю и говорю, потерпи на мне, и я все отдам тебе. О чем он просит? О терпении. О элементарном прощении. Он не просит ни милости, ни прощения долга. Он говорит, потерпи на мне. Но тот не захотел, а пошел и посадил ее в темницу, пока не отдаст долга. То есть ему простили 10 тысяч талантов, а он не смог простить только 100 динариев. Только 100 динариев. Итак, обратите внимание на это повествование. Потерпи на мне. Вот этот прощенный человек, он был нетерпеливым человеком. И царь был поражен. Он был удивлен этим. И смотрите, что произошло дальше. Тогда государь ее призывает и говорит, злой раб, послушайте, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. И дальше. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Меня удивляет, что терпение царя, оно никак не повлияло на его жизнь. Оно никак его не изменило. Хотя царь был достоин, можно сказать, подражания. Но случилось то, что случилось. И я хочу, чтобы вы сейчас что-то важное услышали для себя и поняли. И он отдал его истязателям. То есть, можно сказать, наше нетерпение, наши обиды, они порабощают душу. Он отдал его истязателям. Послушайте, истязатели, это не просто тебя бьют. Это не просто тебя причиняют боль, а истязают. И это добровольный выбор ввиду того, что я тебе простил все, а ты не сделал этого. Я снимаю свою охрану и отдаю тебя истязателям. Всегда, когда мы живем в непрощении, когда мы нетерпеливы, это происходит с любым человеком. Бог снимает свою защиту и отдает в надежные руки истязателей. Хуже не придумаешь. Это не жизнь, а пытка. Это постоянное истязание. Это жизнь в нетерпении. Это жизнь в тревоге. Это жизнь в депрессии. Это жизнь во гневе. Это жизнь в различных болезнях. Почему? Потому что человек оказался в руках истязателей. Вообще, как узнать, например, у такой тест, есть у меня обида или нет? Достаточно я долготерпелив или нет? Я предлагаю вам несколько вариантов. Если человек живет в обиде, его реакция на любую причиненную боль будет следующей. Он всегда скажет, ты всегда такой или ты никогда ничего хорошего не делаешь. Первая реакция. Что-нибудь знакомо вам? И если он будет говорить, то он не будет говорить об этой ситуации, которая случилась сейчас, и она разрушила ваши отношения. Он будет говорить или от дня рождения, или от того дня, как вы познакомились. И разгневающийся государь отдал ее истязателям, пока не отдаст всего долга, до последнего. Это ужасно. Поэтому вот эта неблагодарная жизнь, уход в себя, жизнь недовольства, это тюрьма, причем очень серьезная. Это добровольная ссылка. Долга – это, можно сказать, то истязание, которое ты сам лично допустил в свою жизнь. Но слава Богу, что долготерпеливый – это человек, любящий Бога. Почему? Потому что любовь, что долготерпит. Я однажды попал в такую ситуацию. Пришел в одно собрание, оно было небольшое. И мне надо был переводчик. И правда согласился человек, который просто сел на заднюю скамейку и начал переводить. Единственная была проблема в том, что он переводил громко. А люди в зале, их было не так много, они начали оглядываться. Ну и я понял для себя, что их это чуть-чуть раздражает. Почему? Потому что, ну как сказать, он немножко мешает слушать проповедника. А люди же не знают в зале, что случилось. А потом проповедник говорит, братья и сестры, извините. У нас тут есть человек с другой страны, он не понимает языка, поэтому там ему переводят. Все собрание в один момент исцелилось. Уже никто не оглядывался, никто не переживал. И самое главное, что это никого, что не раздражало. Послушайте, в Библии написано так. У терпеливого человека много разума. Придж 14.29. Много разума. То есть этот человек, он пытается понять ситуацию, а потом уже. Поэтому прежде чем, например, просто отвергнуть человека, выслушай его. Прежде чем просто выйти из себя, попробуй, потерпи его. И ты увидишь ситуацию в совершенно другом свете. Часто люди теряют и мир, и покой из-за мелочей. Часто, можно сказать, когда нет на это все, ну буквально никаких оснований. Поэтому Бог говорит, Бог долго терпит нас. И Он желает, чтобы мы все это передали другим людям. Жизнь – это длинная школа терпения. Наше нетерпение, оно превращает нашу или жизнь любого человека в ад. Истязатели. 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 Я вам как-то говорил, я еще раз расскажу этот пример. Когда-то я проповедовал в одном ЛТП. Это специальная маленькая тюрьма, где лечат алкоголиков от алкоголя. Мы пришли к ним проповедовать Евангелие. И они были очень любознательные, и они спрашивали нас вопросы. Мы только начали петь, проповедовать. Один говорит, у меня вопрос. И он спросил, скажите, что такое ад? В то время, ну, еще люди мало были просвещены, не читали Библию. И я, просто отвечая на вопрос, я ответил вопросом. Сказал, то, что вы здесь на лечении, это ад или рай? Они встали все и кричали, ад. За колючей проволокой тебя принудительно от чего-то лечат. Что ты вообще не хочешь, к чему-то не расположен. Говорит, ад. Я говорю, правду ты сказал. Оказывается, ад начинается на земле. А там просто продолжение ада. Оказывается, можно уже на земле испытывать адские муки. Ну, вы знаете, меня это, кроме сострадания, ничему не научило. Мне жалко было этих людей. Почему? Потому что они страдают серьезно. И я думаю, ну, ладно, алкоголики. А вот представьте себе представителя церкви, который отдан истязателям. Это хуже любого ЛТП. Это хуже любой тюрьмы. Потому что это ни днем, ни ночью нету покоя. И это не потому, что кто-то виноват, а потому, что источники сердца твоего отравлены. И все, что исходит оттуда, оно отравляет твою жизнь и твоего окружения. Поэтому долготерпение – это то, что мы должны одеть. Иначе будешь страдать ты, будет твое окружение страдать, будет страдать твоя семья. Многие из вас работают сегодня без отдыха, днями и ночами. Потому что надо долги отдавать. Так как ни заработать не получается толком, ни долги отдать, кроме раздражения, часто ваши жены ничего не видят в вас. Вас все раздражает. Вас все раздражает. И вы думаете, отдам долги и успокоюсь. Но это не всегда получается, это раз. И многие просто опускают руки. Но я хочу вам сказать путь к исцелению. Хочешь избавиться от долгов – благослови тебя, Бог, может быть, у тебя и получится. Хочешь еще что-то изменить к лучшему – поработать больше – пожалуйста. Но пока ты не изменишься внутри, пока ты не изменишь ситуацию внутри твоего сердца, пока источники твои не будут несущими благословение и жизнь, все остальное тебе не принесет ни радости, ни утешения. Поэтому Господь говорит – облекитесь, облекитесь. Как бы хотелось, чтобы мы на следующее собрание встретились, и вы все одели вот такие серые шарфики, как я одевал. И вы скажете мне – ну, пастор одел, то и мы решили так просто одеться. Но я не к этому призываю. Это образ, это был только пример. Но Библия говорит – облекитесь. Сделайте это. Это вам жизненно необходимо. Послушайте меня внимательно. Вы можете просто заниматься лечением, самолечением, но я еще раз говорю – просто пока не произойдет внутри здесь исцеление. Все это вам мало поможет. Но Бог исцеляет дух, душу и тело. Слава Иисусу! Я хочу, чтобы вы сегодня, когда вы будете участвовать в причастии, чтобы вы рассуждали о том, что сделал Он. И мы не просто вспоминаем Голгофу, мы понимаем, что Он долго терпелив. Если еще меня земля терпит, если я до этого времени еще живой, то это только потому, что Он долго терпелив. На каком же основании я пытаюсь кого-то душить? На каком основании я кому-то отравляю жизнь? Поймите меня правильно. Если так жить, то необязательно посещать церковь. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь менялась, я хочу оставить вас этим стихом. Итак, избранные, святые и возлюбленные. Облекитесь. Облекитесь. И идем по порядку. Первое, что я предлагал вам, это было что? Смирно мудрее. Это человек, познавший себя. Второе, я предлагал вам кротость. Это человек, познавший Бога. Третье, что я предложил вам, это долготерпение. Это человек, любящий. Нет, об этом мы еще, наверное, нет, уже говорили. Это человек, любящий Бога. Обратите на это внимание. А я вам хочу сказать, что в Библии написано, что долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Вот что лучшее. Вот что лучшее. Вы можете обладать большими деньгами. Вы можете обладать землями. Но если у вас нету долготерпения, все это мало стоит в глазах Божьих. Обретайте неприходящие ценности. В Библии написано, долготерпите и вы, потому что пришествие Господне что? Приближается. Долготерпите и вы, потому что пришествие Господне приближается. И хотя эта тема не закончилась сегодня или нет возможности ее закончить, я думаю, то, что вы услышали, вполне достаточно, чтобы что-то вам важное одеть. Вы знаете, что иногда проблема только в вашей готовности. В чем состоит проблема? В чем состоит проблема? Проблема состоит в том, послушайте, что мы иногда не готовы платить цену. Нам нравится, когда нас терпят. Но мы сами порой бываем очень беспечны и нетерпеливы. Но не узло поутрибляйте терпением других. Оденьтесь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Вы знаете то, что, например, я прошу Лену, пожалуйста, ты можешь прийти, мы сейчас будем молиться. Я что-то важное сейчас скажу. Все магазины, которые есть в городе, особенно магазины обуви и одежды, они обязаны Адаму и Еве. Это не просто наша покупательная способность, а это благодаря им есть одежда. В свое время они были наги и не нуждались в одежде. Но случилось преступление. Они нарушили Божью волю. И когда они ее нарушили, они начали поспешно на себя что-то тянуть, одеваться. Сначала попытались спрятаться, не получилось. Как можешь спрятаться от всемогущего Бога? Они быстро фиговые листья на себя ничего не дала. Так будет, когда Он явится. Библия говорит, долго терпите и вы, ибо пришествие Божие, что? Приближается. Господь наш грядет. И закончилось это тем, что их выгоняют из сада. Все. И они в такой неловкой ситуации. И надо уходить. И когда они уже были в дорогах, сам Бог останавливает их. И говорит, вот эти фиговые листочки, это не лучшая для вас одежда. Я хочу вас покрыть своей любовью. Я хочу вам дать надежду. И Он это сделал. Для них Он это сделал. Для нас. Часто мы говорим слова, которые мы не должны говорить. Часто мы идем туда, куда мы не должны идти. Часто мы что-то запретное берем в свои руки. И вы знаете, что потом бывает? Потом вдруг открывается дверь. И вас увидели. Вы обнажены. Что делают обычно люди? Они пытаются листочки одевать на себя. Они ищут полуправду, которая, сшитая белыми нитками. Они пытаются искать какие-то извинения. Но послушайте меня. Если это ваша жизнь, в следующий порыв ветра Он сорвет эти все листы, и вы будете совершенно наги. Вы будете полностью раздеты. Малейшее дуновение ветра, изменение обстановки в вашем доме и проливается весь ваш гнев. Это позор для христианина. Но в Иисусе есть жизнь. Аллилуйя. Через признание твоей вины Он снова может дать тебе свои белоснежные одежды. И когда Он тебе их вручит, вручит, вот представьте, я приходил бы к вам постоянно в белом. Вы уже привыкли к этому. Это нормально. Но мы люди любим разнообразие. Чтобы мы не умирали от скуки. Правда, мы это любим. Поэтому иногда костюмы меняем. Красиво одеваемся. И вот Бог говорит, вы уже святые. Я вас просил, но сейчас осталось чуть-чуть. Но сделайте вашу жизнь похожую на меня. Будьте кротки. Будьте долготерпеливы. Просто будьте любезны. Пусть люди увидят вас то, что они в других не видят. Пусть ваше хождение пред Богом будет отличительным от других. как мир нуждается сегодня в терпеливых людях. Вы готовы сказать аминь? Многих воин никогда бы не было в истории человечества, если тот, кто был во главе, он был достаточно терпелив. Как сегодня не хватает любви, которая все покрывает. Ведь сам Бог, Он покрыл твою наготу, чтобы ты просто хорошо выглядел во свете Его света. И если ты опорочил свою чистоту, если ты чувствуешь, что во свете Слова Божия, Бог вскрывает твою несостоятельность, сегодня приди к Нему и скажи помилуй меня. Помилуй меня. И если вы обвиняете по-прежнему других, это выбор ваш, вы никогда не будете делать какие-то шаги, верить, чтобы что-то в вашей жизни изменилось. Но если вы увидите себя сегодня, ваша жизнь изменится к лучшему. И это моя цель, это мое желание. Господи, помоги мне увидеть тебя во свете Твоем. Помоги мне прийти к Тебе таком, как есть, без приукрашений. И помоги мне иметь то, что Ты мне хочешь дать. Пусть воля Божья исполнится в вашей жизни. Господь уже сделал все, чтобы Ты выглядел прекрасным. Аллилуйя. Он не только умер на Голгофе, Он дал нам пример, как мы можем побеждать и жить. Возьми это. На Твою длинную дорогу эта одежда жизненно необходима тебе. Одень, облекись во имя Иисуса Христа да будет имя Бога благословено ныне и вовеки. Аминь.